Игры, доводящие детей до самоубийства, изучают в МВД страны. Ранее полицейские уже предупреждали об опасности, которая исходит из интернета. И вот новый случай в Караганде, где счеты с жизнью свела 19-летняя девушка. Ее близкие подозревают, что она также была участницей одного из закрытых сообществ. В мобильном телефоне погибшей обнаружено видео неоднозначного содержания. Азиза Мухлубаева выяснила подробности. Жизнь семьи Сибиряковых теперь разделилась на до и после. В ночь с 5 на 6 февраля ушла из жизни их 19-летняя дочь. Ушла добровольно, не оставив даже записки. И этот случай не вызвал бы резонанса, если бы не странное видео, которое близкие обнаружили в телефоне погибшей. Было все хорошо, и она с братьями со своими поигралась. И поужинали, говорит, все хорошо. Легли спать, она дипломную свою доделывала. И все, и все легли спать, никто не думал, что такое случится. Вот вчера только телефон разблокировали. Залезли когда в ноутбук, у нее было все стерто, только вот дипломная была. А телефон был заблокированный. Вчера, когда разблокировали телефон, увидели это видео суицидное. И вот подумали, что это, что вот, наверное, на этой почве, то, что она залезла в этот интернет, и подумали, что связано с этим. Не видели мы телефон, вот в милицию забрали, мы не видели телефон. В областном ДВД начали досудебное расследование по статье 105 Уголовного кодекса. Доведение до самоубийства. Проводится весь комплекс мероприятий, следственных мероприятий, обстоятельства устанавливаются. Также сотрудниками полиции на сегодняшний день изъят сотовый телефон, осматривается весь социальный сеть данного гражданина. В ходе расследования тоже будет проверяться данную игру. Тихий дом, синий кит, разбуди меня в 4.20, я в игре. Это далеко не полный перечень всех хэштегов, которые должны стать тревожным сигналом для каждого родителя. Стать жертвой такой закрытой группы может любой подросток. Однако обеспечить себе членство в закрытом клубе может себе позволить далеко не каждый. Например, мне отказали. Наверное, пустая анкета и отсутствие фотографий не вызывают должного доверия у администраторов группы. Вся проблема в том, что сама тема с играми со смертью для нашей страны не нова. В прошлом году Министерство информации и коммуникации уже приостановило действия на территории Казахстана более 160 открытых сообществ. Мы мониторим информпространство в режиме 24 часа в сутки. При обнаружении, естественно, мы принимаем все необходимые меры. Когда мы обнаруживаем какой-либо материал, либо площадку, где находим признаки призывов к самоубийствам, мы тут же принимаем все необходимые меры. В первую очередь мы обращаемся к редакциям, либо администрациям тех ресурсов, где обнаружена данная информация. Как правило, они всегда идут на встречу, с пониманием относятся и реагируют положительно. Когда такой реакции положительно нет, мы принимаем более жесткие меры. Тем временем представители МВД сообщили, что действия организаторов подобных групп могут быть квалифицированы по статье 105 части 3 Уголовного кодекса «Доведение до самоубийства». В 2016 году по республике было расследовано 9 уголовных дел по фактам доведения до самоубийства несовершеннолетних. Однако каких-либо сведений о влиянии на их поведение социальных сетей не получено. В настоящее время проводится мониторинг сети интернет на предмет выявления групп с идеями суицида и иной противоправной направленности для блокирования доступа. Избежать трагедии можно, предупреждают психологи. Достаточно просто уделить немного внимания собственному ребенку. Как правило, жертвами групп смерти становится те, кому просто не с кем было поговорить. Поэтому они собеседников ищут в виртуальном мире. Азиза Макулбаева, Марина Золотарева, Омирбек Изимов, Хабар-24, Астана, Караганда.